Вы считаете, разработка карьера это нормально? Нормально. Это экономика республики. Между экологией и экономикой, как молотом и наковальней, жители села Маевка с эмоциями встречают новость о появлении нового карьера. Вы взяли в аренду больше, чем на 50 лет. Кто будет заниматься восстановлением этих земель после того, как закончится аренда? Вашей организации уже не будет. Поселок Маевка и данное месторождение, и малые ключи, они расположены на достаточно большом расстоянии от данного месторождения. Даже у сибири язвенных скотомогильников, и тот тысяча метров санитарная зона, в данном случае тут 2 километра. Проект карьера Майорский разрабатывается с 2014 года, но для жителей двух деревень извести, как снег на голову. Пообещали чистку дороги, я уж утрирую, конечно. Но если все это делали по-человечески с 2014 года, то, возможно, этого исхода бы и не было. Ближе всего карьера кажется к малым ключам между селом и месторождением нет даже километра. То самое село, малые ключи, между предполагаемым карьером озера и несколько сот метров поля. Проектировщики убеждают, что все в порядке, а вот сельчане ждут экологической катастрофы. Ну, в близости находятся родники, с которых мы берем воду. Нам негде, ниоткуда пить. У нас чистые родники. Вся вода уйдет, говорит Татьяна Катина. Времени противостоять разработчикам практически нет. Остается лишь перевести землю и статус сельхозназначения в промышленную. Уже в министерстве будет это все решаться. Это уже не столько зависит от нас, мы не собственники. Весь грузопоток с этого карьера пойдет через территорию заповедника. Дорога у нас только одна через заповедник. В этом плане мы тоже не в восторге от этого и будем над этим вопросом думать. Нейтралитета придерживается именно экология республики, хотя жители ждали от представителей ответа. Заместитель министра лишь отметил, карьер может стать экономически выгодным для республики. Окажется ли он экологически убыточным, никто не гарантирует. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова